Павел утверждал, что в наши дни будет намного тяжелее следовать за Иисусом. На последнем уроке Джон учит нас отказываться от любого компромисса и призывает нас стоять твердо в истине до конца. Аллилуйя! Аминь! Хорошо, хорошо. Мы подошли... Какая жажда! Какая жажда! Вот это да! Мы подошли к 12-му уроку, последнему уроку курса, неотступной силы, необходимые для того, чтобы никогда не сдаваться. И сейчас мы подошли к теме «Никогда не сдаваться». Я люблю эту тему. Это глава 16, 17 и 18. Присаживайтесь, и мы сразу приступим. Я прочитаю слова из английского перевода Библии «The Message» из Евангелия от Матфея, глава 10, стик 22. Это слова Иисуса. Иисус говорит, «Не сдавайтесь, не бросайте, в конце все будет хорошо». Не здорово ли это? Это английский перевод Библии «The Message», Матфея 10, 22. Я хочу прочитать этот стих еще раз. Иисус говорит, «Не сдавайтесь, не бросайте, в конце все будет хорошо». Никто не может заставить вас сдаться, только вы можете принять такое решение. Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Никто, никто не может заставить вас сдаться. Бог не будет этого делать, а дьявол просто не может. Только вы можете принять такое решение. Награда победителю несравнима с переживаниями или страданиями или трудностями. Награда как в этой жизни, так и в следующей. Иисус сказал, «В конце все будет хорошо». Иисус предсказывает очень печальный факт последних дней. Он сказал, «И тогда соблазнятся или сдадутся многие». Матфея 24, стих 10. Когда Он говорил эти слова, наверное, Его сердце болело. Люди, которых Он так горячо любил, за которых заплатил своей собственной жизнью, в последние дни соблазнятся и сдадутся. Вот что самое печальное во всем этом. Бог дал нам свою могущественную благодать не только для того, чтобы провести нас через трудности, но чтобы сделать нас более сильными, мудрыми и верными, чем мы были до этих трудностей или страданий. Многие сдадутся, не имея правильной перспективы. У них не будет оружия. Когда вы соблазняетесь или сдаетесь, это может приобретать различные формы. Но чаще всего проблема коренится в компромиссе. «Компромисс» — это антоним неотступности. Вспомните видение из первой главы. Человек налегал на весла. Он находился в лодке. Он изо всех сил сопротивлялся быстрому течению реки. Для того, чтобы исполнить свое предназначение, принести и распространить царство, он должен был сопротивляться течению, которое производит этот мир. В этом мире есть свое течение. Оно подчинено князю сил поднебесных. Чтобы царство продвигалось вперед, нужно идти против течения. Вот почему Павел сказал, «Я стремлюсь к почести высшего призвания». Он не сказал, «Я на цыпочках вхожу в почесть высшего призвания». Он сказал, «Я должен стремиться». Стремление предполагает преодоление сопротивления и противостояния. Тот человек, к сожалению, сложил весла, потому что выбился из сил. Сила представляет его веру. Позвольте мне сказать кое-что. Бог дал вам веру, чтобы преодолевать любые трудности и страдания. Он дал вам все необходимое, чтобы пройти через любые страдания. Аминь? Чтобы ходить с Богом, демонстрировать Его царство и отличаться, потому что принадлежность Ему предполагает сопротивление течению мира, мирской системе. Для этого мы должны быть неотступными в следовании Божьей мудрости. Компромисс — это не выход. Перед своей мученической смертью апостол Павел описал наши дни и написал своему ближайшему ученику Тимофею. Это самое последнее письмо, написанное Павлом перед тем, как его обезглавили. Он сказал, «Тимофей» во втором послании к Тимофею, 3 глава, 1 стих, Живая Библия. Он говорит, «Тимофей, в последние дни будет очень трудно быть христианином». Задумайтесь над этим. Павел сказал, что в наши с вами дни будет очень трудно быть христианином. Почему? Почему трудно? Мы изучили жизнь апостола Павла на одном из предыдущих уроков и увидели, какие страдания он перенес. Его закидывали камнями. Он был жертвой кораблекрушения. Его били розгами. Его били пять раз. Знаете, как били у людей в то время? Их привязывали к специальному столбу. Веревкой обматывали их кисти рук, чтобы они буквально висели, опираясь на носочки. Таким образом сильно натягивалась спина человека. Так, что розги буквально разрывали его плоть при каждом ударе. 39 ударов. И так его наказывали пять раз. Его били розгами. Для чего людей били розгами? Чтобы травмировать кости. Никогда не забуду, как строил дополнительную комнату в своем доме во Флориде. Спорт всегда был частью моей жизни и в какой-то степени остается таковой. У моего отца были золотые руки. Моя жена была очень разочарована, когда, выйдя замуж за меня, обнаружила, что я не унаследовал талантов отца. Честно говоря, я далеко не мастер на все руки. Я помню, как хотел доказать своей жене, что я все умею. И так мы стали строить дополнительную комнату в доме. Один из моих сотрудников во Флориде был отличным плотником. Вместе с ним мы проводили изоляцию. У нас был пистолет для зажимов. Знаете, когда нажимаете, он выстреливает зажимы, и те входят прямо в дерево. Я взялся за пистолет обратным концом. Я помню, как стал крепить зажимы, нажал на пистолет, и он выстрелил прямо мне в палец. Я закричал «А-а-а-а!» Только чуть громче. Мне было очень больно. Боль была настолько сильной, что я просыпался среди ночи. Никогда не забуду, как даже спустя шесть недель едва мог пошевелить средним пальцем. Я спросил у одного человека с медицинским образованием, «Мне придется это терпеть всю жизнь?» И тот человек сказал, «Ты сильно ударил кость, и когда травмируешь кость, испытываешь нестерпимую боль». Вот почему Павла били розгами. Наказание розгами должно было заставить Павла терпеть боль всю жизнь. Когда он смотрел в будущее, на наше с вами время, он говорил, что в наши дни будет тяжелее всего быть христианином. И вот мой вопрос. Почему, Павел, я смотрю на твое время, что же делает мое время более тяжелым, чем твое? Он дает нам ответ. Он говорит, «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые». Читая этот список, я думаю, «Хорошо, такими люди были в обществе в его время». Петр говорит, «Спасайтесь от этого извращенного рода». Можете быть уверены в том, что люди в обществе времени Павла были самолюбивы и сребролюбивы. Они были горды, надмены, злоречивы, непокорны родителям. Но я все-таки не возьму в толк, что делает то или иное время самым трудным в истории для христиан, ведь таким было его общество. И Павел дает ответ. В следующем стихе он говорит, «Имеющие вид благочестия, рожденные свыше верующие или христиане, силы же его отрекшиеся». Иными словами, Павел говорит, что у людей в обществе будут такие качества. Ими будут обладать люди, называющие себя христианами, но они будут отрекаться от силы, способной сделать их благочестивыми. Трудности будут исходить от верующих, идущих на компромисс с истиной. Вместе с другими авторами Нового Завета Павел предупреждает о том, что большое число открытое исповедующих христианство, рожденных свыше верующих, не устоят в Божьей благодати в последние дни. Они не будут демонстрировать качеств характера, имевшихся у Христа. Они отвергнут силу благодати, которая могла бы отделить их, как людей царства, если бы они верили в спасение по благодати. Это люди, сложившие весла. И что еще хуже, в этом видении есть лодки с большим количеством отдыхающих, которые что сделали? Объединились. Они все пошли на компромисс. Они все сидели в лодках и говорили, «Мы спасены благодатью». Кровь Иисуса избавила нас от наказания, но они продолжали жить так, как этот мир. Они верили в Евангелие, не предполагающее полного преображения. Совместное неверие только укрепляет обольщение и придает ему больше сил убеждения. Они не только обманывают себя, но они еще вводят в заблуждение других людей своим образом жизни или учениями, что заставляет многих искренних людей спотыкаться. Вот почему в наше время тяжелее всего быть христианином. Постепенно я пришел к одному заключению. Я понял, что величайшая битва, которую вела Первая Церковь, была борьбой с законничеством. В Первой Церкви было очень много учителей, которые пытались заставить людей вернуться под власть закона ради своего оправдания. Это совсем не то сражение, которое мы ведем в последние дни. Наша битва в эти последние дни это битва с беззаконием и распущенностью, излишествующая, плотская, мирская, непослушная Богу Церковь. Это современное течение предполагает спасение без изменения образа жизни. Мы практически живем так же, как жили до спасения. Мы просто стали членами клуба. Мы носим значок, говорим на языке клуба, мы не проявляем неотступности в послушании вере. Говоря о последних днях, Иисус дает практически такое же предостережение. Он говорит, «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, терпевший же, неотступный, до конца спасется». Вы знаете, вне Иисуса изобиловал грех. Чем же отличаются наши дни? Он ведет речь о царстве. Он не говорит об обществе. Он говорит об умножении беззакония, имея в виду верующих. Любовь многих охладеет, но претерпевшие до конца спасутся. Я знаю, что Иисус обращается к церкви, потому что нельзя сказать язычникам, никогда не слышавшим Евангелие, если ты выдержишь поприще до конца, «Будешь спасен». Он еще и не начинал предлежащее ему поприще. Как правило, вы говорите человеку, начавшему путь, «Если ты пройдешь до конца, то будешь спасен». Ключевое слово в высказывании Иисуса — это «претерпеть». «Претерпеть» значит выдержать сопротивление. На пути следования истине будет противостояние и трудности. Мы должны быть неотступными, чтобы закончить путь хорошо. Вы со мной? Также мысль прослеживается в остальной части послания Павла к Тимофею. Он продолжает говорить об этом. Коснувшись трудностей, он продолжает так. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено». Обратили ли вы внимание на то, что злые люди не только будут вводить в заблуждение других, но и будут заблуждаться сами? Каким образом они вводят в заблуждение людей? Не учением, а своей жизнью. Они будут жить согласно Евангелию, не требующему полного преображения. Истина не подвластна веянию моды, друзья. Запишите это. Если вы смотрите этот курс записи, то запишите так. Истина не подвластна влиянию моды. Она остается неизменной во все времена и не подвержена влиянию культуры. Павел предлагает надежные средства от всего этого — пребывать в истине. Позвольте начать еще раз. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. Веяние моды может быть большим соблазном, но оно приводит лишь к заблуждению. По этой причине Павел продолжает наставлять Тимофея и говорит, «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Позвольте мне подчеркнуть две темы, которые затронул Павел. Во-первых, Святое Писание. Оно полностью вдохновлено Богом. Вы со мной? Затем он говорит, «Из детства». Писание — это истина, не подвластная влиянию времени и культуры. Я честно не могу сказать, что во времена моего детства культура была совершенно другой, но истина Писания не изменилась со времен моего детства. Я приветствую культурные перемены. Мне нравится покрой рубаши, который мы носим сегодня. Меня также радует, что сегодня проповедникам не нужно носить костюмы тройки. Я рад, что сегодня мы понимаем, что Бог может помазать хлопчатобумажную ткань, так же, как и синтетику. Аминь. Культура изменилась, и это хорошо. В своих методах мы стали более внимательными к ищущим Бога людям, но мы не можем подстраиваться под их истину. Павел сказал, «Если я стремлюсь угождать людям, то я уже не служитель Христа. Как только мы меняем свое послание в угоду людям, мы расстаемся со своим призванием служителя Христа». Что касается нашей культуры и стиля поведения, Павел говорит следующее, «Я становлюсь всем, чтобы достичь людей. Если я выступаю перед бизнесменами, то надеваю костюм. Если я выступаю перед молодой аудиторией, я надеваю джинсы». Почему? Потому что я становлюсь всем для них, но я не изменяю сути своего послания. Мне кажется, что сегодня мы урезали Евангелие. Иисуса называют камнем преткновения и камнем соблазна. Мы же сделали его маленьким камешком, через который может переступить любой. Он больше не камень преткновения. Он больше не камень соблазна. Вы знаете, истина должна бросать вызов. Истина должна задевать за живое, потому что в результате мы становимся совершенными, меняя наше ненормальное мышление и принимая мышление Божьего Царства и систему верования. Но проблема в том, что сегодня многие проповедники потеряли твердость характера. Они не говорят истину со смелостью. Они не говорят в любви. Их слова подвержены влиянию моды. Вы со мной? Я сказал, вы со мной? Многие из нас полагают, что Павел закончил свою мысль в конце третьей главы. Но это послание длинное. Позднее церковь разбила его на главы и стихи по номерам. Но это одно письмо. Многие годы я не понимал смысла слов Павла Тимофею, потому что не связывал между собой третью и четвертую главы. Но когда вы устанавливаете связь между ними, то начинает открываться суть. После слов о Писании, которому Тимофей был научен с детства, он говорит ему, «Итак, заклинаю тебя». Послушайте, это очень сильные слова. Позвольте прояснить кое-что. Павел не может дать ему более серьезного поручения. Он сказал ему, «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Можете представить себе, как один человек говорит другому, «Поручаю тебе перед лицом Бога и Иисуса Христа». Не могу себе представить более сильных слов, который будет судить живых и мертвых. Итак, в этом поручении еще и суд есть. «В явлении Его и Царстве Его проповедуй Слово». Поймите, он только что говорил о Писании, о его богодухновенности, а теперь он говорит, «Поручаю тебе проповедовать Слово». Он не говорит, «Проповедуй философию». «Проповедуй принцип лидерства, светские принципы руководства». Он не говорит, «Проповедуй способ наставничества для успешной жизни или какие-нибудь другие популярные в наши дни материалы». Он говорит, «Проповедуй неподвластное времени Писания». «Проповедуй Слово. Будь готов и в сезон, и не в сезон. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, поверьте мне, оно уже наступило, когда здравого учения принимать не будут». Что это за учение? Это не просто доктрина. Это центральная доктрина. Это фундаментальное учение. Это учение, на котором держится все остальное. Вы со мной? Он сказал, «Ибо будет время, когда здравого учения, фундаментального учения, центрального учения, на котором держится все, принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух». Вот почему в эти времена тяжелее всего быть христианином. Павел только что заявил, что все Писание Бога духовновенно и полезно для нашего наставления. И он поручает Тимофею провозглашать и проповедовать его. Почему? Потому что наступит время, когда люди не будут принимать здравого учения. Мы уже становимся свидетелями тому, как наш фундамент смещают под давлением модных течений времени. Все зашло настолько далеко, что служитель Большой Церкви из-за кафедры объявляет, что он гомосексуалист. И его слова принимаются бурными аплодисментами. Я видел это своими глазами. Другой заявляет, что исцеление — это не Божья воля, и его прихожане верят ему, а не Писанию. Еще один проповедник пишет книгу и заявляет, что все человечество попадает на небеса, никто не будет гореть в аду в вечности, и он по-прежнему рок-звезда у христиан. Еще один подвергает сомнению — беспорочное зачатие и возвращение Иисуса, и он по-прежнему пользуется уважением многих верующих. Я мог бы и дальше приводить примеры таких имеющих место сценариев, но мне потребуется масса времени, чтобы перечислить все это. Если мы обратимся к статистическим данным, то сможем понять эти нелепые случаи. Вот некоторые самые точные статистические данные последних исследований христианской организации Барна. Только 46% рожденных свыше христиан верят в абсолютную нравственную истину. Это значит, что 54% не верят в существование абсолютной нравственной истины. Более 50% евангельских христиан верят в то, что люди могут попасть на небеса различными путями, а не только благодаря жертве Иисуса Христа. Только 40% рожденных свыше христиан верят в то, что сатана — это реально существующая сила. Неудивительно, что люди не противостоят дьяволу. Как же такое возможно? Ответ можно найти в словах Павла Тимофея. Они не пребывают в истине. Все чаще мы слышим Евангелие без координального изменения. Суть такого Евангелия звучит так. Иисус умер за наши грехи, чтобы мы пошли на небеса. Но мы, люди, и Бог понимает все наши слабости и сексуальные предпочтения. Одним из последних модных учений является учение, устраняющее необходимость покаяния. Многочисленным верующим с радостью сообщают, что не нужно испытывать благочестивую печаль из-за греха и исповедовать ее нашему ходатаю, потому что грех уже покрыло собой благодать. Мне доводилось слышать от сторонников этого учения хвастливые слова о том, насколько простым, свежим и освободительным является это послание. Но если это показатель истины, тогда можно принять любую доктрину, ублаждающую плоть. Если помните, все с радостью приняли учение Аарона о создании Тельца, который должен был дать им желаемые сексуальные удовольствия, и которого они назвали Яхве. Он не сказал, что это Ваал или некий египетский бог. Он назвал его Яхве. Хочется спросить учителей, утверждавших об отсутствии необходимости в покаянии. Неужели Иисус заблуждался, говоря пяти из семи церквей в книге откровений, «Покаяться». Иисус, ты все не так понимаешь. Ты не следуешь культуре и современному течению. Сейчас мы живем в эпоху благодати. Почему ты говоришь этим церквям, что они должны покаяться? Вы все еще со мной? По сути, мы окружили себя учителями, которые уводят нас от здравой доктрины. Эти искусственные ораторы придумали Евангелие, отвечающее их культуре и образу жизни. Истина больше не определяет образ жизни верующего, но истина модернизируется и толкуется в соответствии с модными тенденциями общества. Почему так происходит? Наш слух жаждет слышать слова, которые позволят нам разделить ложа с этим миром, а не отделиться от него. Поначалу многие чувствуют обличающее прикосновение Святого Духа, когда начинают заигрывать с компромиссом. Но из-за того, что масса людей плывет по течению, на больших лодках для отдыхающих, большинство заглушают голос Духа, закрывают уши и становятся неспособными слышать. Вот почему в наше время тяжелее всего быть христианином. Должно ли это удивлять нас? Мы читали предсказания о великом отступничестве нашего времени. Павел написал так, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, день Господень, не придет, доколе не придет прежде отступления, пока не наступит предсказанное великое отступление от веры тех, кто публично исповедовал христианство». Так сказал Павел. Иисус говорит об этом. Почему мы не поверили в это? С другой стороны, мы также знаем о поколении чемпионов, которое поднимается в это же время. Эти чемпионы прежде всего называются сынами и дочерьми, что подразумевается «молодое поколение». Они также называются слугами и служительницами. Речь идет о молодых и пожилых. Знаете, что создаст площадку для этих чемпионов? Великое отступничество, компромисс. Время, которое считается самым трудным для христиан, создаст площадку для этих неотступных чемпионов, неотступных верующих. Мрак и обольщение создадут арену для действий. Чемпионы не отступят. Но благодаря своим твердым убеждениям и действиям они послужат большому продвижению Царства Божьего. Они проявят себя как сильные источники света для славы Божьей. Они будут добиваться успехов во всех сферах жизни. Не благодаря компромиссу, но благодаря примеру Даниила. Дорогой воин, сейчас я обращаюсь к каждому, кто присутствует здесь или смотрит данный курс в записи. Я надеюсь, что вы станете одним из таких чемпионов. Неважно, через какие страдания вы проходите сейчас, посмотрите на них как на средства поднять вас на следующий уровень авторитета. Павел переживал такие несчастья, что казалось, он не выдержит. Вот что он говорит. Нам было так тяжело, что мы не надеялись выжить. Нам казалось, что нас приготовили к смерти, настолько мы были стеснены. Но оказалось, что лучшего просто и быть не могло. Вместо того, чтобы надеяться на свои силы или ум, мы были вынуждены полностью довериться Богу, что было неплохой идеей, потому что он — Бог, воскрешающий мертвых. И он действительно избавил нас от верной смерти. И он сделает это снова, будет избавлять нас столько раз, сколько потребуется. Какие слова! Я особенно люблю вот эти слова. Но оказалось, что лучшего просто и быть не могло. Какое потрясающее отношение. У него были такие тяжелые обстоятельства, что он не надеялся выжить. Но он говорит, что это было самым лучшим в жизни. Он перешел на более высокий уровень авторитета и силы благодаря этому несчастью. Божьей благодати было достаточно. Бог проведет нас через что угодно. Нам нужно лишь пребывать в истине. Яков пишет, «Бог благословит вас, если вы не сдадитесь во время испытаний вашей веры. Он наградит вас славной жизнью». Посмотрите на пример Иосифа. Одно дело не сдаться в собственной способности. Не каждый способен на это. Но другое дело говорить о Божьей способности. Тогда вы одно целое с Ним. Вы имеете Его благодать. Павел пишет, «Мы в растерянности, но мы не унываем и не сдаемся. Мы тело Христа. Мы не сдаемся. Мы не бросаем. Мы не унываем, говорит второе послание Коринфянам, глава 4, стих 1. Посему мы не унываем, говорит второе Коринфянам, глава 4, стих 16. Список продолжается. Мы созданы для потрясающего успеха. Никогда даже не думайте о том, что Бог оставил вас. Послушайте слова из первого послания к Коринфянам, глава 1, стих 9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Он никогда не оставит вас. Никогда не забывайте этого. Аминь. В чем же наша награда, если мы не сдадимся? Я говорю об этом в главах 16 и 17. Поверьте мне, вам нужно их прочитать. У меня не было времени подробно останавливаться на этом, но я скажу эти слова Иисуса. В Откровении 2, 26 Иисус сказал, «Вот награда для каждого победителя, который не свернет с пути, откажется сдаться. Вы будете править над народами». Это произойдет не только в будущем веке, но и в этой жизни. Все, кто получил Божью избыточную благодать и восстановлен в отношениях с Богом, будут царствовать в этой жизни через Христа. Павел повторяет обетование Иисуса во втором послании к Тимофею, 2, 12. «Если не сдадимся, то будем царствовать вместе с Ним». И снова, «Не уставайте делать добро. Не унывайте и не сдавайтесь, потому что в свое время пожнете урожай благословений». Галатам 6, 9. Вы обладаете силой не сдаваться. «У вас есть все, чтобы закончить путь хорошо». Это все — это благодать Божья. Она не может подвести, поэтому бегите твердо и с уверенностью к своей награде. Будь то божественное поручение, отношение, какой-то период в жизни, весь ваш жизненный путь, что бы это ни было, вам назначено судьбой побеждать и царствовать. Вы имеете привилегию испытать полное удовлетворение, если вы выдержите до конца. В английском переводе притча 13 говорится, что исполнившееся желание — это как дерево жизни. После страданий вас ожидает царствование. Вы будете отмечены славой своего царя. Это сладкая награда. Вспомним слова из Псалма 26, стих 14. Там говорится, «Надейся на Господа. Мужайся, и да укрепляется сердце твое». Я повторю, «Надейся на Господа». Будьте неотступными верующими. Благослови вас Бог. Надеюсь, вы получили удовольствие. Аминь. 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 Учебный курс «Неотступный» — это один из курсов обучения, предлагаемых служением Messenger International. За более подробной информацией о наших ресурсах обращайтесь на наш сайт messengerinternational.org. Надеюсь, вам понравился данный курс и вы научились царствовать в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры — это один из курсов обучения – Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...